Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Ирина Корнева, и только что у нас прошла встреча с ещё одной нашей парой, и, как я обещала, показывать вам различные этапы подготовки, рассказывать о том, как мы готовимся к нашим проектам. Сегодня как раз-таки время этой рубрики. Сегодня вы увидите ещё одну презентацию, которую мы сделали для наших молодожёнов, свадьба которых пройдёт в городе Сочи в июле 2022 года. Значит, мы приготовили презентацию ребятам и сделали несколько вариантов и эскизов для ребят. Так, сейчас я подвину, чтобы вам было лучше видно. Значит, концепт у нас называется «Два крыла любви», потому что есть несколько объяснений, почему так называется концепция. Значит, во-первых, ребята действительно очень такие воодушевлённые, приятные люди, это первое. Второе. Невеста у нас работает стюардессой, она летает, поэтому крылья, мне кажется, очень хорошо подошли под профессию нашей невесты, это второе. И, в-третьих, ребята специально прилетят сюда, в Сочи, для того, чтобы сделать своё мероприятие, хотя живут они, жили они сначала в Челябинске, сейчас они переехали в Москву. То есть у них было достаточно много перелётов, и нам показалось, что вот эти полёты, вот эти вот расправленные крылья, готовые к постижению и достижению великих высот, это отличная идея для той концепции, которую мы создаём для ребят. Значит, мы с ребятами сегодня обсудили вариант, что у нас может быть по декору, так как у нас уже выбрана площадка, с площадкой тоже очень много работы проведено, я не успела вам показать, потому что я поздно начала проводить эти рубрики, не успела вам показать, как это было. Когда мы ездили на площадку и смотрели площадку для ребят, мы выбрали площадку «Газпром», которая находится в Сочи, и выбрали открытую веранду с видом на горы. Очень красивая веранда, потрясающее место, но есть один нюанс. Горы есть горы, и погода очень непредсказуема. Может пойти дождь, может испортиться погода, может стать вечером холодно. Поэтому мы, дабы подстраховаться, взяли второй небольшой зал там же на «Газпроме», и в итоге мы арендовали зал и веранду, рассчитывая на то, что на веранде всё-таки у нас будет всё происходить, а зал, ну это такое, знаете, подстраховочка, это такой дополнительный вариант, если вдруг что. Так вот, так как нам хочется всё-таки, чтобы это было под открытым небом, мы рассматривали сделать лампочки, огонёчки и вот это вот открытое небо над головами наших молодожёнов, чтобы действительно распахнулась душа, чтобы можно было дышать полной грудью. Значит, сегодня мы обсудили с ребятами также, какие у них могут быть, какие у невесты могут быть букетики, и мы решили, что было бы здорово, если бы букеты были какие-то светленькие, беленькие, потому что у нас вся концепция такая воздушная, она белоснежная, с лёгкими зелёными ставочками, акцентами, и нам хочется, чтобы изначально всё-таки, так как мероприятие будет такое достаточно необычное, так скажем, да, потому что все гости, которые будут с нами, они все прилетают в Сочи специально ради свадьбы ребят. Поэтому изначально нам хочется, чтобы было очень элегантно, чтобы было очень торжественно, поэтому всё будет такое белоснежное, белое, крылья там и так далее, определённые стулья для того, чтобы подчеркнуть эту элегантность, торжественность, а потом нам хочется всё-таки, чтобы дальше этот вечер перешёл во что-то такое уютное, тёплое, нежное, окутывающее, да, поэтому вечером мы создаём тоже при помощи декора вот эту вот атмосферу. Далее мы обсудили вариант тортика, что это может быть, что мы можем повторить нашу идею с крыльями, продолжить нашу идею «Два крыла любви», либо можем сделать какой-то, наоборот, классический тортик, который, в общем-то, тоже нам подойдёт, потому что у нас будут лампочки, будут огонёчки, будет вот эта вот вся уютность, и классический тортик нам тоже вполне себе подойдёт. Так, теперь я вам сейчас покажу вариант эскизов, что мы рисовали до и к чему мы пришли. Вообще, когда мы рисуем эскизы, мы рисуем много вариантов абсолютно разных в поисках, в надежде найти тот самый вариант. Нам хочется всегда найти лучшие варианты, поэтому прежде чем эскиз появится перед глазами молодожёнов, в презентации молодожёнов, мы его очень долго обсуждаем, согласовываем и дорисовываем. То есть никогда первый эскиз к молодожёнов не видит, первый эскиз молодожёнов. То есть они видят только уже доделанный, переделанный и усовершенствованный эскиз. Итак, это был первый самый эскиз для наших молодожёнов. Здесь, как мне показалось, когда мы это отрисовали, мне показалось, что здесь пустовато, маловато, как-то, ну вот не то, понимаете, что-то не то. Во-первых, нет продолжения наших зелёных гор, потому что хотелось бы, да, что-то зелёненькое. Слишком какое-то всё белое, и причём при этом скудно белое. Мало лампочек. Не будет вот этого ощущения масштабности и той, про которую мы изначально говорили, которую мы изначально хотели получить, в общем-то. И мне показалось, что всё-таки останавливаться только на одном белом цвете — это неправильно, и что нужно всё-таки что-то добавить ещё. И мы обсудили это с Марией, с декоратором, и ушли в сторону другого эскиза. И стали думать о том, чтобы сначала увеличить количество лампочек и сделать, может быть, какие-то отдельные такие зоны, где гости будут сидеть в отдельных зонах с этими лампочками. Но этот эскиз мне тоже не понравился, потому что он выглядит достаточно авторитарным. Ощущение, как будто бы это действительно отдельные какие-то зоны. А наша задача на свадьбе всё-таки не разъединить гостей, а максимально их объединить, чтобы это было одно общее пространство, чтобы было какое-то такое, знаете, ну, ощущение единого целого чего-то, потому что всё-таки это объединение двух семей — это очень важный день, и поэтому этот эскиз... Я сразу же отмела и сказала, что нет, этот эскиз не подходит, и такой вариант однозначно не подходит, что молодожёны где-то отдельно, гости где-то отдельно, это неправильно, и этот вариант, в общем-то... От этого варианта мы отказались. Следующий вариант выглядел вот таким вот образом, то есть у нас уже здесь добавились зелень, да, про которую я говорила, что нам хотелось, чтобы всё-таки было соединение гор зелёных и слишком много белого цвета, и не хватает чего-то, да, но при всём при этом всё равно не было какой-то целостной картинки. То есть вроде и зелень есть, и лампочки есть, но всё равно нет вот этого вот ощущения единения. Поэтому этот вариант мы тоже отмели, и этот вариант мы тоже не показали нашим молодожёнам. Дальше был следующий вариант, когда мы попытались создать ту самую целостность, да, про которую я говорю, и выглядел он вот таким вот образом, когда мы добавили уже как раз-таки эти лампочки, лампочки мы сделали по бокам, да, добавили уже, то есть мы создали вот такой вот общий как бы шатёр из лампочек, и эти лампочки приходят и в зону молодожёнов, то всё это в целом и общем объединено. Но здесь этот вариант тоже не совсем мне показался хорош, потому что лампочки, они, получается, здесь свисают вот так вот как дождик, и они будут закрывать вид гор, ради которых, в общем-то, мы и едем туда, да, мы ведь едем в Сочи ради того, и как раз-таки на Красную Поляну для того, чтобы увидеть эти горы. Поэтому этот вариант мы тоже отмели. Когда мне говорят, ну что такое, подумаешь, там приготовить декор, вы на самом деле не представляете, сколько согласований, сколько вариаций мы рассматриваем, переделываем для того, чтобы презентовать это молодожену. То есть, повторюсь, молодожены никогда не видят самую первую идею, самый первый эскиз декора. Это обычно очень большой труд и очень много согласований, переделок, додумываний и прочего. Дальше мы сделали вот такой вот вариант, где мы убрали вот эти вот лампочки в виде дождика, да, чтобы всё-таки открыть вид гор, но при всём при этом мы оставили вот этот вот домик для объединения двух семей. И, в общем-то, этот вариант мне показался симпатичным, достаточно достойным, но всё равно нет какой-то целостности, понимаете, всё равно чего-то не хватает. И мы стали додумывать всё-таки, да, решили, что надо и этот вариант тоже доработать, надо его тоже изменить. Далее мы пришли вот к такому варианту, попробовали этот вариант. Мы уже добавили дорожку и попробовали увеличить количество лампочек и тоже, опять же, сделали вот этот вот дождичек. Но этот вариант, опять же, не особо хороший. Вроде дорожка хорошая идея, да, но вариант не особо хороший, потому что, как мне показалось, что не видно гор. И в итоге, и это уже седьмой вариант, я сейчас вам буду показывать, в итоге мы пришли вот к этому варианту, к седьмому варианту из всех, что я вам сейчас показала. И сейчас мы утвердили как раз-таки вот этот вот седьмой вариант. То есть мы оставили вот такого плана домик этот, да, мы сделали лампочки вот такие, то есть они не свисающие. Мы добавили эту белую дорожку и, возможно, мы ещё добавим какие-то золотые элементы на белую дорожку. Вот сейчас, когда в процессе обсуждения, когда мы показывали эскизы ребятам, я предложила, да, добавить что-то на белую дорожку, потому что всё равно мне хочется вот этого объединения, всё равно мне немножечко не хватает вот этого объединения, поэтому мы решили, может быть, продублировать рисунок. У нас стульчики такие необычные, элегантные, да, мы решили продублировать вот этот рисунок стульчиков и соединить дорожки. Значит, теперь относительно вот этого вот эскиза, почему он такой, почему мы сделали его таким. Значит, форма стола необычная. Это не просто длинный стол белый, он в виде волны. Почему это волна? Ну, потому что это Сочи, это волны, и нам хочется всё-таки, чтобы всё имело какой-то смысл. При всём при этом стулья у нас достаточно элегантные, интересные, потому что изначально мы хотим создать как раз-таки вот эту картинку элегантности, чтобы гости, придя на эту площадку, ощутили действительно, что они попали на достаточно хорошее мероприятие, на мероприятие, которое достаточно высокого уровня. Но при всём при этом нам хочется, чтобы вечером, как я вам говорила, чтобы вечером было ощущение уюта. Поэтому когда стемнеет, у нас будет художественная подсветка. В любом случае, когда стемнеет, у нас будут зажжены вот эти лампочки. Мы также, у нас есть свечи, как вы видите, да, вот свечи у нас, получается, вот здесь вот стоят, свечи у нас внизу здесь стоят. Здесь мы чуть больше добавим цветов тоже. Здесь свечи на столах, на гостевых свечах. То есть мы зажжём свечи, добавим, значит, включим, зажжём свечи в зоне президиума, зажжём свечи там, где наша волна заканчивается, зажжём свечи на гостевых столах. И вот как раз-таки тот самый эффект, эффект вот этого уюта, да, то, что мы хотели получить, чтобы изначально это было ощущение такой элегантности такой. И мы думаем, что вот при помощи как раз-таки вот этой вот идеи это будет реализовано очень здорово. Зону церемонии мы утвердили практически сразу. И, в общем-то, мне кажется, что достаточно удачная у нас получилась церемония. Не зря у нас наша концепция называется «Два крыла любви». У нас действительно будут крылья, я уже рассказала, почему, да. И, заметьте, мы не просто поставили эти крылья к забору, мы пошли более сложным путём. Нам хотелось, чтобы действительно ребята находились на возвышенности, да, как будто они парят над нами, как будто они летят над нами. И вот по этой дорожке они приходят, вот по этим ступенечкам, они приходят в новую жизнь, да, в их собственную жизнь, в их семейную жизнь. И вот эти крылья — это как олицетворение и объединение вот этих двух жизней, двух судеб. Нам хотелось, чтобы они парили действительно над горами, чтобы действительно был очень красивый вид, крылья, горы, чтобы всё это было потрясающе элегантно и очень-очень красиво. Вечером мы планируем... Ну, заметьте, да, кстати, вот возвращаясь к цветовым решениям, у нас дублируется цвет стульчиков, ну, золото, да, с крыльями. Крылья у нас будут достаточно большие, золотые. Это огромные крылья, они не маленькие, то есть они реально очень большие. И вот этот вот подиум, который с лесенками, да, с этими, тоже достаточно большой, то есть это не маленькая какая-то такая штучка. Вечером мы планируем, что обязательно мы обыграем эту зону. Вечером у нас обязательно пройдут какие-то церемонии в этой зоне. Мы поставим сюда также художественную подцветку, подцветим. И, скорее всего, вот эти цветы белые мы также продолжим на дорожку. И заметьте, здесь у нас нет зелени. И это сделано не потому, что мы упустили что-то, забыли что-то. Здесь принципиально мы не стали ставить зелень, потому что нам хотелось создать вот это вот как раз-таки ощущение лёгкости, вот этой какой-то ангельской нежности, да, какой-то открытости, знаете, вдохотворения даже какого-то за счёт вот этих белых цветов. И мне кажется, что когда мы это реализуем, действительно и будет такое ощущение, такое погружение вот во что-то такое вот торжественно лёгкое и идейное, в общем-то. И вечером мы хотим добавить свечей, чтобы ребята уже шли по дорожке из свечей, и добавить свечей на подиум, чтобы у нас было, соответственно, вот это вот продолжение темы, да, которую я изначально обозначила, то, чтобы было вот это ощущение уюта, чтобы изначально мы были в одной атмосфере, а потом переместились в другую атмосферу, и чтобы получили максимальный такой заряд, знаете, внутренний, когда ты вроде и вот это посмотрел, и это посмотрел, и в целом ты ушёл настолько довольным с этого мероприятия, потому что ты зарядился всем тем, что ты сегодня увидел. Вот, в общем-то, такую презентацию мы сейчас провели ребятам, у которых планируется свадьба в Сочи в июле 2022 года. Если вам интересны такие небольшие репортажики о проделанной работе, что мы делаем, как мы это делаем, пишите мне обязательно в комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, и задавайте вопросы. На все ваши вопросы я стараюсь отвечать либо письменно, либо в трансляциях буду отвечать, так что вашим вопросам я очень рада. Всего хорошего и... Корнева и Ринда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова